Суббота, раннее утро. Десятки людей стоят в очереди в Центр детского творчества. Многие пришли занимать очередь еще вчера. Цель простая – получить положенные путевки в лагерь. Жданов Кирилл здесь. Альеева Оля здесь. Это очередь на улице Горной из желающих отдохнуть в детском лагере «Дружба». Около сотни людей надеются получить сертификаты на отдых. Но вот сколько их будет и хватит ли всем, люди не знают. Поэтому уже вечером начали составлять списки. Занимали очередь со вчерашнего вечера. И как вы думаете, сколько сейчас стоять? Через час двери нам откроют. Но я думаю, что часа три-четыре еще не меньше. Ну, ребенок хочет поехать на летний период. Ей очень хочется. Поэтому в том году нам не удалось поехать. В этом году, надеемся, все-таки свершится. А в том году почему не удалось? Ну, тоже большая очередь была. Ну, мы пришли рано, поэтому мы двадцатые. Но мы вчера записывались в Дубки, в заводском районе. Там мы были 232-е. Поняли, что шансов там не получим. Мы сами из заводского района. Вот. Поэтому приехали сюда. В лагерь «Лесная республика» очередь еще больше. Списки составляли за двое суток до раздачи путевок. Дежурят и днем, и ночью. Родители даже привезли сюда раскладной стол. Заняли очередь два дня назад. Записывались в списке. Стоим всю ночь. Надеемся, ждем, верим, что попадем. Шлыки вчера не жарили? Жарили, конечно. Ну, куда деваться. Тут у нас освещение, и все обустроили. Ждем. Ждем, надеемся. Алексей, отец двоих детей, уверяет, такие дежурства все равно выгодны. Две самые недорогие путевки обошлись бы ему в 30 тысяч рублей. А тут можно получить их бесплатно. В комитете по образованию пояснили. Очереди, списки – все это люди придумали сами. Подумают, что мы за решеткой какой-то. В 2018 году планируется по бесплатным сертификатам оздоровить 4358 детей. Ну, учитывая, что только в школах города Саратова обучается 79 тысяч детей, ну, наверное, наличие очереди объяснимо. Право на бесплатный отдых имеет каждый школьник. Но сертификатов хватает далеко не всем. Именно поэтому родители и стоят в очередях. Изменить ситуацию поможет электронная запись на путевке и регистрация через интернет. По крайней мере, так считают специалисты.